прекрасный мы вас приветствуем тема сегодняшнего расклада была ли между нами любовь наверное кому то это даст все таки определенное понимание закрывать уже эту историю или или нет или просто остаться удовлетворенными что да это было все по-настоящему все было круто но пора идти дальше так 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 на три варианта будет моя благодарность за вашу обратную связь мне это вообще очень очень приятно и очень ценно я понимаю да как вот идет моя работа как чё пространство как я считываю кого-то прошлое да у кого-то настоящее у кого-то какие-то моменты которые еще не пришли в их жизни они берут себе на заметку и пишут мне об этом и я за это вам очень сильно благодарна правда это очень круто когда вы вот открыто не боитесь поделиться чем-то своим это на самом деле сложно на сегодняшний день вот поэтому ода любви вам продолжаю петь так время будет закреплено в инфобоксе с началом вашего видео если вы не смотрите вступление вижу ваши просьбы девочка написала что на хранители рода да давайте сделаем хорошо сделаем совет от хранителей рода потому что выходит на контакт рок-рот и хочет говорить я это видела но если хочет да не будем игнорировать нужно делать будем смотреть да что хотят нам передать наши родовые ну что ж ладно давайте сегодня у нас будут отношения тоже тоже полезная тема она нужная на самом деле мы должны как-то понимать куда нам двигаться в личной жизни что делать пора ли закрывать историю или там можно еще с нее что-то выжить это тоже очень важно и так давайте начинаю с первого варианта эти катающиеся шарики сами укатывайся никуда так ну что что давайте кратенько посмотрим давайте посмотрим что там у вас за отношения были какими вообще они для вас были собственно говоря что такое а была ли любовь такая незатейливая темка абсолютно тоже интересно да посмотрите это было что-то для вас новое что-то было необычное потому что там пожелок это были какие-то абсолютно новые впечатления для вас новые эмоции вы получили от тех отношений что-то новое они вам дали что-то интересное то что вам потом будет но интересно приятно вспоминать может быть даже что-то запретное такое потому что он там так это интересно разглядывает и он как бы лелеет определенные воспоминания но он в прямой позиции это там есть приятные воспоминания хорошо братья ой чё я забыла что спрашивала какие там у вас были отношения было недостаточно вот смотрите вот что-то было и она неплохо начиналось четверка пентакли да вот это было интересно вы рассматривали эти отношения с разных сторон и там были впечатления и эмоции скорее всего но вот знаете такое ощущение что как неоправданные ожидания то есть вроде как что-то было до что было непонятно потому что вот здесь очень много у нашей барышни прекрасной всего есть то есть эти отношения дали вам изобилие чего-то эмоции интимной сферы да здесь вот было что-то очень такое интересное но вы как-то не не успели это оценить да то есть может быть это какие-то были быстрые отношения для вас это ничего не поняли вообще а что-то было дачу было неплохо но как-то очень коротко ну да смотрите перевернутая королева жезлов вы как-то не успели вообще ничего понять только-только эти отношения условно начали давать вам что-то интересненькая перевернутая королева жезлов еще у меня есть такое знаете как будто бы немножко теневая сторона ваша такая прям показалась сексуальная да и не успела это все как-то раскрутиться а ну хоп все закончилось ну потому что мне как-то так идет да и вы такие ну и чё теперь с этим делать интересно но ценностью вас есть того что вот было вот этой истории ценность есть вы как-то это вспоминаете как какой-то для вас достаточно такой ценный опыт ну да слушайте вы там свою самооценку подняли в этих отношениях уж не знаю чего там делали но самооценку подняли еще знаете что хочу сказать эти отношения долго тянулись непонятно перевернутая карта смерти они очень долго не завершались они были какие-то знаете как сказать вот у меня еще идет такое ощущение когда отношения они не полноценные а они например очень страстные но они как-то вот разрывные то есть то есть то вы расходитесь по своим берегам потом опять встречаетесь какая-то яркая вспышка проведенного времени очень очень там яркая красивая до страстная потом хоп опять вроде как разбежались потом опять встретились и вот они и были и не были одновременно и вот это говорит о том что ну вот что-то она как-то очень если разрушалась то очень долго затянулась короче разрыв тут затянулся да и вот вы вроде и понимали что построить и там отношения нельзя четверка жезлов она здесь перевернутая то есть нельзя ничего выстроить какой какие-то они были вот это знаете как красивая яркая вспышка какой-то очень красивый яркий бурный роман вот здесь вот у кого-то проиграется вот что-то такое но он был абсолютно непродолжительный для вас вы ничего не успели понять у меня прям такое прямое ощущение что ничего не понятно да кстати вот тут что-то как-то не комфортненько даже вам ну ладно хорошо как-то вы не получили полноценного комфорта вроде как что-то и начало разворачиваться и она как-то знаете загорел загорелось потухло ну ладно ну давайте интересно были ли там какие там были чувства ну вот вы знаете на самом деле чтобы там разгорелись какие-то определенные чувства нужно было немножко больше времени если честно вот немножко больше времени двойка мечей перевернутая но она здесь говорит о том что подожди немножко дам тебе горошку да подожди немножко мы сейчас дотяну скажу то есть посмотрите вот для того чтобы здесь успели родиться чувства прям конкретно чувства вспышка яркая была но до того времени когда рождается искра именно вот любви вы не дотянули времени потому что были какие-то препятствия не знать как по вот и говорю палки в колеса вот вставляются да и непонятно вообще что чего кого как что вообще произошло я вам хочу сказать так здесь могли бы быть неплохие отношения но вот там мужчина говорит о том что для семьи он не подходит он говорит я не семейный человек и он говорит о том что я в семью бы не пошел то есть вот смотрите если вы переживали девочки вот построить отношения там невозможно было бы это могло бы очень сильно затянуться еще на дольше до могли бы родиться чувства и вы может быть и хорошо что они остались в прошлом до карты говорят о том что на самом деле хорошо потому что да кто-то мог от них отстраниться уже самостоятельно потому что она устала да вот это неопределенность какая-то непонятно да что делать с этим то есть то ли есть то ли они нет как-то некомфортно вам стало говорю же там некомфортно и вы как-то перестали в них включаться и скорее всего они окончательно развалились да то есть может быть человек хотел опять встречи а вы ему сказали да что то наверное уже и хватит ну и вот собственно все оно и распалась а он дальше ничего продолжать то собственно говоря и не стал ну да могли бы могла бы здесь родиться любовь она могла бы здесь конечно родиться если бы вы друг перед другом а собственно этот еще и персонаж не наставлял большое количество каких-то самовыдуманных препятствий и барьеров потому что он их сам тупо на выдумывал что вот он не для семьи он не готов ну в общем это личные какие-то тараканы человека и для вас в принципе все завершилось достаточно неплохо потому что вы если не успели влюбиться девочки это хорошо да потому что потом было бы очень да неизвестно куда бы вообще это все вынесло но вообще перевернутая колесница говорит о том что никуда в собственно и не вынесла и вот оно как закончилось так оно и закончилось нет до любви здесь дело не дошло было ли любовь нет не было если бы они потянулись бы подольше эти отношения были бы более регулярные да возможно что-то бы здесь и проигралась и возможно можно бы было даже хоть что-то до состряпать а так нет они в принципе закончились может быть и долго тянулась это все но закончились вовремя дальше было бы только вам бы больнее и хуже поэтому если вы думали а можно было построить конкретно отношения завести с этим человеком семью нет девчонки там он закрыт от создания семьи и такой знаете вечный холостяк у его устраивают вот такие отношения знаете как встретились разошлись встретились разошлись ему так в принципе комфортно он свои какие-то потребности мужские закрывает и ему достаточно поэтому если переживали игра не стоит свечи здесь правда переживать не за что поэтому я рада если я для кого-то прояснила ситуацию и кто-то перестанет себе сопли на кулак наматывать там по поводу какого-то персонажа все мои хорошего такая была для вас позиция так второй вариант я вас приветствую была ли любовь давайте смотреть вот это вообще что было между вами а вот это была ли любовь на самом деле между вами так что там у нас паш мячей эти отношения строились на логике и эти отношения строились на взаимовыгодных таких внутренних условиях партнер смотрел выгоден ли ему выгодны ли ему эти отношения и все-таки вы тоже смотрели а насколько они вам выгодны и нужны если здесь и родились какие-то чувства они родились как-то вот уже а посля потому что на первый план здесь выходил ум то есть мы не через сердце шли а через голову нужно не нужно подходит на это к оценочная такая была здесь позиция вот смотрите равного энергообмена у вас в этих отношениях не было у нас переворачивается шестерка пентаклей вот я вижу что нет девятка пентаклей шестерка пентаклей один партнер очень сильно вкладывался в семью хотел чтобы семья или отношения до для кого как проиграется хотели что чтобы они были внутренне гармоничные чтобы вышли каким-то общим целям очень здесь хотелось крепости семьи самодостаточности семьи вот и серии что моя семья моя крепость ну как-то так да а вот один из партнеров не знаю вы или мужчина не пока они показывают персонажа он совершенно вкладываться не хотел а ему в эти отношения давать было нечего он в них пришел чтобы брать понимаете чтобы брать а не давать чтобы что-то получить а вот а вот давать нет кстати не финансово как-то вот никак особо а вы здесь хотели до вкладываться и вы как-то видели все намного радужнее чем на самом деле с этим персонажем получилось вот кто-то прям работал здесь над отношениями прям кто-то конкретно пытался выстроить будет как-то строил все вот продумывал как семье будет лучше хорошо да здесь была семья десятка пентаклей здесь было прям конкретно семья ну хорошо а мужчина что понятно мужчина у нас такой знаете здоровый эгоист или нездоровый на карта в прямом положении мужчина был знаете такой харизматичный очень и он как-то вас под закружил завертел и вы очень много надежд на него возложили очень большое количество надежд потому что вот все-таки вот эти карты как-то на вас идут что вы как-то очень сильно вкладывались а вот он как-то не очень а что он вообще он правильно так перевернутый коржи для жезлов точнее мы давать-то тут нечего было здесь только брать девочки тут работает только на прием понимаете на отдачу нет не работала только на прием всего эмоции любви заботы а сам дать а сам повернулся жопой не вообще знаете он в эти отношения с вами пошел вообще не в ресурсе абсолютно он был какой-то вы мочилины весь и вы оказались намного ресурс не и он-то и пошел слушайте что простите пожрать по-другому и не скажешь нормально так я представляю как вы вложились и я представляю потом как вы девчонки это оттуда выкарабкивались вообще с потерей огромных ресурсов своих нормально может и финансово вкладывались и ну нет ресурс на еще очень сильно идет потому что я чувствую на вас усталость да вы как-то отгоняли вот эти все мысли и если какие-то красные флажки и были да в вашу сторону то вы как-то вот старались ну закрывать глаза сглаживать эти моменты ну немножечко как ожидание реальность у вас не получилось но сердечко то разбилось в итоге тройка мечей сердечко то в итоге разбилась но хорошо а он вообще хоть что-то давал в этих отношениях не чуть мне кажется что тут вообще все карты на него перевернуты вот на вас все прямые а на него все перевернуты смотрите не энергии возможно не финансово адекватно не как-то не забота не ответственность здесь вообще от этого человека я не чувствую ну да он был в семье но мне такое ощущение что он реально пришел брать мне все должны обязаны ты как женщина должна и обязана а я когда пришел тогда и вовремя я как хочу так жить и буду прикольно ладно рыцарь жезлов перевернуты все перевернутая ну вот я говорю он пришел брать понимаете он пришел забрал ресурсы и куда пошел ты же куда-то пошел да вот и все и развалилась семейная жизнь он слушать он потерянный какой-то отшельник перевернутый он себя внутреннего вообще не чувствует не понимает и скорее всего если ему на сказать правду в лицо он просто кинется в ответку понимаете и да тут понимаете перевернуты еще влюбленные тут только дай 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 и да и все и больше я ничего как бы собственно не хочу не в ресурсе мужик ему нужно было как-то себя в порядок привести может он из предыдущих каких-то отношений очень болезненно выходил потому что он в отношениях прыгнул чисто чтобы вот знаете реально просто подпитаться энергетически потому что может еще и помог еще и знаете то под вампиривать прям неплохо но все на него карты перевернуты слушательно это прям интересно прям все ну и такой знаете истеричный кстати еще очень по нему у него сразу истерика мой понятно ладно на него королева кубков идет капризный такой мужчина была ли любовь жесть на него все перевернуто все карты перевернуты у него вообще я вам так скажу когда выходит на человека все перевернутые карты это говорит о том что он вообще реально мир не видит у него все очень сильно искажено вот у этого человека все с ног на голову это может даже проявляться очень знаете абсурдно вы ему о чем-то говорите пытаетесь ему что-то объяснить поговорить с ним да там выйти на контакт например он все перекрутит перевертит и еще и вас обвинит понимаете в чем-то вот такой здесь мужик то есть вы можете там ему сердце открыть довериться в чем-то а он это потом берет и переворачивает против вас и еще там скандалит понимаете с вами я вижу что вы вообще закрылись окончательно он вас разочаровал просто до нельзя а изначально то конечно картинку мог рисовать совершенно другое девчонки вы его энергетически конечно как-то вот не считали потому что вы-то влетели вообще так сильно в ресурсе да скорее всего не вылетели а выползли из этих отношений так окей а какие чувства вот у меня ощущение что он вас очень сильно истощил я даже не знаю здесь общая любви то речь есть тут как-то вот все только знаете тема энергетики очень сильно идет при том вашей и вот и отсутствие у него тройка пентаклей восьмерка кубков не доел что ли ушел такой говорит мне не додали еще не додали ему вот я вам так хочу сказать я люблю не чувствую здесь я чувствую потребление очень сильное вообще в принципе этого мира у этого человека и ему сколько ни да ему будет мало и он вот на вот этой чужой энергетики понимаете он все время как только вот у него появляется ресурсная женщина он тут же начинает выстраивать работу карьеру личные какие-то дела слушайте огурец молодец наелся и пошел условно наелся конечно я вам так скажу ему по кармушке прилетит зовут вот эти его проделки ну ну как проделки за то что он так потребляцки относится ну пошел новое строить нет я не чувствую здесь любви такая капризная императрица на ну там от мамы вся эта история так ладно таки чё какие-то чувства хоть у него были на него все карты перевернуты луна это перевернулась вообще кошмар ну хоть что-то у тебя было только голова только ум только холодный расчет перетягивание одеяла а интимный интерес был достаточно сильный инте а ну правильно ему же энергетику нужно получать через интим мог еще кстати получать вы могли себя после близости чувствовать усталость или вот сразу спать могло хотеться вот здесь прям энергетический вампир девчонки будут тут от него прям нужно нужно было знаете прям защиты ставить защиты как это энергии ну эмоционально то есть его как-то знаете не подпускать очень близко не оправдал ожидания прям абсолютно но вы в новое прям даже пойти не можете вы пока еще такие уставшие после него ну понятно там будет энергетика очень долго потом накапливаться надо же как вы себя расплескали тут бы конечно посмотреть в чем ваш урок на ценность ресурсов своих до специального такого подослали чтобы вы оценили свои ресурсы у нас очень часто уроки на ценность через вот таких вот мужиков пакостных ладно нет здесь не было девочки любви здесь постоянно какие-то скандалы он еще мог скандалами выбивать истериками мог выбивать с вас энергетику тут короче мужик такое ощущение что вы девчонки не в отношении в центрофугу вообще какую мясорубку какую-то попали как вы из них вышли я вообще не знаю а начиналось все как по-любому хорошо да начиналось уже были звоночки мне говорят просто не видели ой такие карты все плохие начиналось то якобы все круто по двойке все было весело хорошо круто проводили время отдыхали возможно вместе вот кстати вот когда как все начиналось отношения все карты прямые двойка кубка здесь все было классно романтично мужчина мог ухаживать дарить цветы кстати вот здесь какие-то какие-то даже подарки прошу прощения что у меня прям аж горло перехватило какие-то подарки и ухаживать мог красиво и все и все на это окучивание понимаете окучивание для того чтобы вот мы сначала чуть-чуть вкладываемся что потом вкусно пожрать здесь конкретно энергетический вампир девчонки вот такая была позиция слава богу если вы этого избавились я очень рада что вы меня смотрите и чтобы вы понимаете да что ну и хорошо что он ушел вот слава богу было ли любовь не было даже не страдайте у вас было а у него нет нет у него были чувства интимный интерес был ну там вот знаете только хищная такая порода у мужика а вы-то тоже вообще-то хищники но вы себе как-то вот не позволяли да вот так вот ерундой такой заниматься а он это не у него это перевернутая луна это подсознанка для такие знаете внутренние демоны там сидят которые он вообще никак не контролирует может и еще конечно кто-то сидит я не знаю я сейчас не об этом вот но там конкретно прям вот на вампирчик присосался девчонки надеюсь вы от него отцепились и так второй вариант девчонки спасибо вот такая была для вас позиция так 3 перетасовать колоду так Так, а была ли любовь между нами? Давайте, что у вас вообще за отношения были? Какими они были? Ну, чтобы вы понимали, ваше не ваше. Ну и, собственно говоря, а была ли там между вами любовья? Кто там? Кубковый король? Ну, такой очень эмоциональный человек. Угу, нежный сам по себе даже где-то местами. Это какие-то сковывающие были отношения. Вот такое ощущение, видите, восьмерка мечей, как какие-то были ограничения. То есть человек мог ревновать, мог как-то вас ограничивать в какой-то вашей личной свободе, мог эмоционально, мог манипулировать. Я не вижу, чтобы отношения были стабильные, потому что переворачивается умеренность. То есть, знаете, ощущение, что могли быть частые ссоры, частые скандалы. То есть вам не было в них уютно, а вас как будто бы постоянно в них штормило. То есть нет-нет, знаете, какие-то резкие события, которые выводили вас из колеи и ограничивали вас в нормальной комфортной жизни. Вот комфорта здесь не было в отношениях. Здесь постоянно какие-то встряски были. Да, смотрите, они вас постоянно причиняли вам какой-то очень сильный дискомфорт. Вы совершенно не чувствовали себя в спокойном состоянии. Постоянно какие-то... Да, смотрите, и, кстати, здесь партнер постоянно был чем-то недовольный. Здесь вот еще, может быть, такой человек молодой, ну, не старик, да, а вот такое ощущение, что как старик постоянно бубнит. Бубнешь, бубнешь, какой-то человек недоволен, что-то ему что-нибудь не дай, ему все не нравится. Какое-то вот такое здесь отношение. И вот ощущение, что ему сложно угодить. И вы как-то старались эти отношения вывозить, да? Вот, и... А вот сын и не там. Да, очень энергозатратные отношения. Они очень вас как-то вымучили, кстати, вот тоже. Ну, очень капризный здесь у вас персонаж. Очень капризный. Вот это вот тот, кому всегда будет недогрето. Тот, кому всегда будет недоглажено, недомыто, полы недомыло, там чуть не убрало. Вот такая капризность. Ну, не знаю, как в целом все отношения. Ну, может быть, это у вас такой период был, да? Потому что тоже все карты, абсолютно все карты перевернутые. Все. Хотя это такая колода, которая... Тут и прямые, и перевернутые есть. Еще и маг перевернутый, да? То есть очень сильные манипуляции, прям капризы. Или ты сделаешь вот так, или я там уйду. Или я там еще что-нибудь. Ну, такой, знаете, прям капризный, капризный, капризный мальчик. Мужчина. Мужчина-мальчик, потому что там на него пажик прям выходит. Прям пажик. А знаете, как вот ведет себя как капризный... Это вот очень странное сочетание. Он капризничает как подросток, а ведет себя как старый дед. Бубнежник такой. Прикольно. А взрослая часть тут есть? Интересно. Я вижу только старика и внутреннего ребенка. Тут шальная императрица у нас. Мужчина-шальная императрица. Серьезно. Он может быть женоподобный, кстати. Могут быть всякие такие женские замашки. Вот женская капризность здесь идет, понимаете? У вас просто было желание послать все далеко подальше в сад и выйти из этих отношений. Потому что вы никак к нему ключ подобрать не могли. Ему все не эдак и все не так. Тоже тут такой интересный у нас. Да, с ним, знаете, как на американских горках. Что-то все, попробуй угоди вообще этому персонажу. Такой капризуля. Ну ладно, не знаю. Я не знаю, вы, наверное, ушли. Восьмерка кубка в прямой позиции, скорее всего, да? Хотели бы уйти и не оглядываться. Я не знаю, в отношениях вы с ним или нет. Ну, если смотрим, а была ли любовь, возможно, уже и закончились. Но интересно, конечно. Что-то... Нет, я не удивлюсь, если вы вообще разочаровались после этого в мужчинах. Да что же на него-то все карты перевернутые. Не знаю, сейчас посмотрим, какие противоречивые карты была ли любовь. Ну, может, и была любовь. Ну, он капризный, конечно. Капризный товарищ. Ну, любить-то может же, наверное, я надеюсь. Ну, да, вот он, этот король кубков. Ну, вы знаете, я вам так хочу сказать. Вот была ли любовь, да, но она у него абсолютно своеобразная. И вам, скорее всего, она будет абсолютно непонятная. Она у него какая-то своя. Хорошо, а покажешь, как она у тебя выражается вообще? Он говорит, ну, я же якобы не давлю, ну, ты же якобы просто капризничаешь, как девчонка. А так, конечно, ты не давишь. Давишь манипуляциями, всякими выбрыками. Он говорит, вы не понимаете, мы глубокий внутренний мир. Может, и не понимаем, действительно. Кстати, может быть, чистоплюй, потому что здесь очень интересная четверка. Он, знаете, все может намылить, все намыть, все начистить, сядет и любуется. Не знаю еще, почему у меня такая позиция идет. Такой вот, знаете, педант, может быть. У него очень много женских замашек. Потому что перевернутая императрица прям шальная. Очень много женских повадок. Может, любитель там красиво выглядеть. Харизма тоже может быть очень. И все карты перевернуты. То есть у него тоже действительно какой-то вот свой такой глубокий внутренний мир. Но он у него как искажен. И вот ощущение, что ему все должны и обязаны. Здесь еще вот ощущение каких-то голубых кровей от него идет. Ну, он так думает, что он вот прям как голубых кровей каких-то. Потому что справедливость переворачивается. А это говорит о том, что он считает, что ему все должны и обязаны. Понимаете, вы как бы по праву рождения. А я вообще творческая личность. Собственно говоря, что вы тут от меня хотите. И я вообще, знаете, так себе. У него тут огромное количество привязок. Так, эго тут, конечно, больное абсолютно. Потому что перевернутый у нас 15-й. Очень больное эго. Много будет, может быть, пагубных каких-то привычек. Типа выпить там, покурить. Любитель, знаете, такой вот богемы. Богемы. Ему бы здесь вот еще... Сейчас скажу, знаете, как публичные личности, когда вот они в высшем свете крутятся там. Ну, вот здесь вот ощущение того, что я достоин. Я достоин лучшего. Я все... И вот он из-за этого будет очень капризный. Понимаете, ему все вот не нравится. Это вот, знаете, как элита вот такая. И, может быть, даже манера разговора вот определенная. Это вот у него такое внутреннее состояние. Так я не могу понять, а любовь-то у тебя была, или ты только себя любишь. Нарцист, конечно, еще тот. Ой, да, конечно. Ну, да. Мог, кстати, особо-то ничего и не добиться. Восьмерка Пентакли перевернутая. То есть здесь очень высокое самомнение у человека. А по факту, когда доходит вот до реальных каких-то действий, на него профессионализм переворачивается. То есть, нет, он так вот в этом состоянии капризного пожа, понимаете, и остался. Что мне все должны и обязаны, а, собственно, оправдать это я ничем не могу. Ну, просто я вот так хочу, чтобы так было. Ладно, любовь-то была у тебя тут. Он говорит, что мои чувства не оценены, не поняты. Ну, может, и не поняты, может, и не оценены. Да, вот такое ощущение, что у него его звезда не загорелась, перевернутая. Он как бы не добился никаких особых результатов в жизни. Тяжело как-то ему все дается. Слушайте, мог вот, может быть, вот такое ощущение, а работать приходилось тяжело вообще. Ощущение того, что я достоин большего, да, как неоправданные ожидания от жизни. То есть, он тут прям подразочаровался вообще в том, что я вот о голубых кровей каких-то, да, мне приходится чернорабочим там фигачить. Ну, как-то так, кстати, может, творческие личности могут смотреть, там, музыканты, актеры, художники, голодные художники, например. Ну, и все вот такое вот творческое. Ну, смотрите, он говорит о том, что он действительно чувствует единение, но на самом деле по десятке Пентаклей, знаете, что еще интересно? Он очень много говорит о себе, и когда я его спрашиваю за чувства, он не хочет мне говорить, а была ли любовь. Я подозреваю, что она была, потому что я вижу в картах, но он мне даже жрицу выдает, то есть он не хочет. Он говорит, я хочу, чтобы это осталось тайной. Не знаю, может, у него самолюбие уязвлено, да? Да, уязвлено очень сильно. Перевернутая луна, солнце, он, вы знаете, прям в несознанку ушел. Тройка жезлов, очень много, знаете, неоправданных таких ожиданий. Он говорит, а мне что-то поздно уже начинать, я уже как-то уже как живу, так и живу. Тут такое разочарование у человека страшное. А любовь-то была, у него энергии не хватает так очень сильно. Знаете, у меня такое ощущение, что он не несет ответственность за свою жизнь. У него перевернутый император. Такое ощущение, что не он ведет, а ним ведут, ним кто-то руководит. Не дают ему сейчас как-то вот ответственность за свою жизнь. Он как-то зависит от обстоятельств все время. То есть не он жизнь ведет, а она его крутит, болтает, как ей надо. А он такое ощущение, что всю дорогу борется. Ну так и что, мой дорогой, у тебя есть чувство? Что, что я тут мне все перевернутое выдал? Да кого там? Ну, он не скажет, девчонки, он не хочет говорить. Он куда-то вообще в прошлое события провалился туда. Он не скажет. А, ну, слава богу. Была, есть любовь. Да, была любовь у него. Ему все нравилось, все было круто. Но что-то ревности тут вагон целый. Стал он себя одеяло тянуть. Прям серьезно так стал. А мне, а я, а про меня, все как всегда. Ладно, вот такой мужчина, он очень хочет поговорить про него. Ему одиноко, ему поговорить на самом деле особо не с кем. Поделиться, у него очень много разочарований. Вот начинаешь трогать его поле, и с него сыпется, как из помойной ямы. Простите, он тут начинает очень сильно. У него очень много претензий и жалоб на жизнь на самом деле. Вот он про себя говорить хочет. Про то, как ему сложно, про то, как ему тяжело, как у него ничего не получилось, как он хотел. А когда я спрашиваю про чувства к женщине, он выдает, что пусть это останется тайна. Я не хочу об этом говорить. Но в конечном итоге он говорит, да, любовь была, но у него огромная куча неоправданных ожиданий вообще от жизни. И он как-то разочарован нисколько в отношениях. Он как-то про них сейчас и не думает. У него в целом какая-то больная тема вот касательно вообще его жизненного пути. Какой-то такой вот персонаж очень как-то вот ему то ли не повезло в жизни, то ли он не ту дорожку выбрал как-то так. И он прям тут весь и страдался. У него тоже все карты перевернутые, что он с ног на голову все перевернул. Ну да ладно, девчоночки, бог с ним. Посмотрели, да, может кому-то было интересно. Посмотреть кто-то, может, бывшего узнал. Вот такая была для вас позиция. Я вас благодарю за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok